Всем привет! Сегодня я расскажу, как защитить HTML-файлы на сайте selfcontent.com. Для этого выбираю раздел «Попробовать». Здесь у нас есть три вида пространств. Электронные документы, видео, аудио и веб-страница HTML с содержимым. Это значит, что наша защита позволяет защитить не просто HTML-документы, а документы, содержащие видео, аудио, скрипты, стили, джава-аплеты. То есть довольно сложные HTML-документы. И ваш защищенный файл и незащищенный будут выглядеть одинаково. С вниманием отнеситесь к тому, как вы назовете рабочее пространство. Дело в том, что это название будет отображаться в интерфейсе. Мы сейчас не будем создавать новое пространство, так как у меня их довольно много. Мы сейчас откроем список. И я выберу тестовое рабочее пространство, которое называется «Мануал HTML». Видите, обозначается оно квадратными скобочками. И прежде чем защитить документ, давайте посмотрим, как HTML-документ выглядит без защиты. Я открываю для меня это руководство пользователя. Оно открылось в браузере. Оно представляет собой каталог, где есть картинки и видео. В общем, ничего сложного, обычный HTML-документ. Сейчас мы его защитим. Я выбираю «Защита нового файла», «Загрузить», «Архив». Здесь есть требования к размеру, к названиям файлов. Пожалуйста, соблюдайте их, иначе защита не пройдет. Далее. На втором шаге мне нужно выбрать стартовый файл, собственно, файл, который позволит запустить HTML-документ. И здесь также у нас описывается состав архива после защиты. Давайте посмотрим, сравним теорию-практику, что действительно есть, и насколько это удобно. Итак, у нас есть наш основной файл, с помощью которого мы запускаем HTML-документ. Есть инструкция пользователя, есть служебные файлы защиты, и есть интерфейс Protect.exe, который позволяет активировать и деактивировать серийные номера, если в этом возникнет необходимость. К этому документу мы вернемся чуть попозже, а сейчас мы продолжим защиту. И переходим на следующий шаг. Здесь мы можем разрешить печать, но я не рекомендую это делать, потому что таким образом вы снижаете взломостойкость своего продукта. Можно показывать или не показывать меню, я вам покажу оба варианта. Сейчас я снимаю галочку. Размер окна лучше по умолчанию, но опять же это зависит от вашего продукта. Можно включить пробный период. Это значит, что документ можно просматривать без введения серийного номера, и здесь вы можете ограничить по времени и по количеству запусков. Сейчас мы этого делать не будем, но вы можете попробовать. Также есть специальные настройки. Это вкладочка. Она настраивается с помощью службы поддержки, если у вас какие-то нестандартные требования. Например, HTML-executable должен каким-то образом отработать или какие-то еще индивидуальные требования. Они реализуются с помощью службы поддержки, а здесь они включаются. Но опять же сейчас нам это не нужно. У нас будет стандартная защита. Идем далее. Здесь нужно ввести контактную информацию. Я введу ее только в одно поле, но вам рекомендую вводить ее во все поля, чтобы ваши потенциальные клиенты и текущие клиенты могли с вами связаться. На пятом поле мы просто смотрим, все ли в порядке, правильные настройки выбраны. И если все хорошо, мы идем далее, и начинается защита. Защита занимает некоторое время. Мы не будем дожидаться ее окончания. На почту придет оповещение, когда защита закончится, и в этом письме будет содержаться ссылка на файл, который можно скачать после защиты. Мы с вами посмотрим документ. Давайте его запустим. У меня уже введен тестовый серийный номер. Но в данном случае отрабатывает релизный. Другое пространство я запустила. Давайте сначала все-таки мы разберемся с пространством, которым мы защищали. Итак, тестовый серийный номер выпадает в сообщение о том, что используется тестовый серийный номер. И запускается файл. Вот название рабочего пространства. Manual.html. Давайте посмотрим по функционалу. Все ли на месте. Наши картинки. Видео. Все хорошо, все работает. Второй файл, который я запустила, он у нас запустился с релизным серийным номером, то есть никаких оповещений не выпадало. И здесь у нас есть меню. Вот оно вот так выглядит. Это название рабочего пространства. И, соответственно, такой же файл с таким же функционалом. Я не показываю в этом видео, как генерировать серийные номера, потому что у нас уже есть такое видео. Я размещу ссылку на него в конце этого ролика. Если у вас есть вопросы и пожелания, пишите в онлайн-чайт на сайте. Спасибо вам за внимание. И тестируйте наши продукты.